Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать в это новое видео. Меня зовут Вероника, я уже более 25 лет живу в Бельгии. И в этом видео я хочу вам поснимать продукты в магазине Colroyd, цены на них, вообще какие цены у нас на примерно 4 сентября 2023 года. Надеюсь, это видео вам понравится. Если да, то пожалуйста, поставьте пальчик вверх, так я буду знать, что мне стоит продолжать вообще снимать видео из Бельгии. Что вам нравятся такие темы. И тогда мы в следующий раз поговорим о моей зарплате. Пишите ваши комментарии, это очень поможет моему каналу, поможет мне. Я вообще буду очень рада с вами пообщаться. Все, пойдемте в магазин, посмотрим цены на продукты на сентябрь 2023 года. Вот этот магазин Colroyd. Он находится почти в большом, в каждом крупном городе и некрупном деревнях тоже. Посмотрите обязательно в гугле, вбивайте это имя, название Colroyd, и вам выпадают все близлежащие магазины. Ну что, первое, куда мы заходим, это, конечно, винный отдел. Я вам не буду показывать цены, конечно, на алкоголь. Но мы идем дальше, и там уже холодильник. Я думаю, что там я уже могу вам показать. Вот колбаса 4 евро. Ну, 3 евро. Это такая верта. Так, это самое обычное, самое дешевое, более-менее. 3 евро. Следующий это бекон. Не знаю, тут бекон такие, типа, с макаронами делать. 2,50. Сори. Тут еще есть такой, такая колбаса. Она больше для... Без... Без... А, нет, она... Она без свинины, скорее всего. Такая халал. Вот, здесь тоже это продается. Ну, и такая вот, типа, популярная майя. Лоб. Сколько она стоит? Попробуем. Сори. Неудобно снимать, когда люди выбирают. А вот салями еще есть. Кстати, это очень, кстати, одно из популярных сосисок. Или этих салями, морецу. Маркасу, да, вот, Маркасу. Как вы видите, цену на такие сосиски, ну, 4-5 евро. Это уже больше сосиски, которые здесь. Точнее, не сосиски, а... Дувар. Так, курица. Куриные лапки. Сколько тут грамм? Примерно... За один килограмм примерно 5 евро. Такие все. А вон еще 6 евро. Просто обычная курица. Такие нарезки. 6-7 евро за... Там, не знаю, полкило. Не знаю, тут 7 евро. Сосиски куриные. Так, посмотрим. 6 евро. Да. А это уже индейка. Индюшка. 3 евро или 10 евро за килограмм. Тут еще маринады есть всякие для барбекю. Тоже все можно купить. Кстати, колорольд славится тем, что он, ну, знаменит тем, что они постоянно уменьшают свои цены по сравнению с конкурентами. Поэтому здесь, по идее, цены более-менее дешевые. Вот стейк. Тоже маринованный. Примерно стоит 5 евро. За два кусочка таких. Здесь, в этих кусочках, 300 грамм. Не знаю, кто тут 300 грамм съест. Еще есть фарш. Фарш это свинюшка и калов. Это калов, калов, калов. Теленок. За килограмм 9 евро. Или вот промо сейчас. Если вы покупаете больше одного килограмма, то примерно 2,70. И вот это рюнд и варкен. Варкен это свинюшка. А рюнд это телец. Телец, скорее всего. Телец. Еще есть галмы. Здесь еще продаются вот такие большие упаковки. Типа семейные упаковки. Минус 20%. Или 9 евро. 10 евро за килограмм. Это свинина. Примерно 20 евро вот за такую большую упаковку. Ну, конечно, здесь намного меньше есть упаковки. Это свинина. А это стейк. Ну, вот обычный стейк. Три штучки такие за полкило. Примерно 10 евро. А это женская. Теля. Корова, наверное, не знаю. Примерно 14 евро. Или 24 евро за килограмм. Выбор есть. То есть он небольшой, но есть. Здесь также есть вот такой, скорее всего, печень. Да, печень есть. Здесь даже вот с таким маслом есть, как в ресторане. Чтобы оно бы сразу на масле жарили. Не знаю, кто любит Dolce Gusto. Одна такая стоит вот 30 штук. 8 евро примерно. А за... За примерно 16... 4,40. Ну, еще есть подешевле, конечно же. Это марка Бонни. Она дешевле намного. Здесь разный выбор, в принципе. Так, все. Эдол Эхберт. Самый знаменитый. В принципе, Dolce Gusto. Я думаю, у многих аппаратов тут есть. Также Сенсеу. Здесь есть вот 36 этих пац. За 3,50. Также есть подешевле, подороже. Так, самый дешевый, это, конечно же, Everyday и Bonny. Everyday, вот. 36 штук. 3,25. Хотя я не вижу разницу. Ну, вот, например. Вот прям самый-самый дешевый. Сколько тут тоже? 36 штук. 36 штук за 2 евро. Это прям самый-самый дешевый. Неудобно сейчас снимать, конечно, много народу, но вечером еще больше. Вот такой чай ромашковый. Самый обычный пакетиковый. За евро 30, либо, если берете 3 штуки, то евро 20. Ну, черный чай, например. Что тут у нас какао есть? За 2 евро 10. Мне кажется, очень дешево. Прямо за такую огромную коробку. Либо знаменитый Nesquik. Опять семейная упаковка. 4 евро 40 центов. Огромная упаковка. Вот, черный чай вообще. Смотрите, сколько стоит. Вот такой наш с бергамотом. Стоит 70 центов. Или зеленый чай. Ну, короче, тут большой выбор. Недорого. Если вы все-таки варите кофе, здесь тоже очень большой выбор есть. Как био, так и вот этот грейн-доллар очень-очень знаменитый. Большой выбор за 8-9 евро. Такая упаковка. Не знаю, насколько, кто какой любит в плане крепкий или нет. Если вы берете вот, например, 4 упаковки, то у вас там скидка есть 20%. А вот этот десерт, десертовый кофе за 500 грамм 4,70. Не знаю, насколько для вас актуальен шоколад. Но тут, как вы знаете, Бельгия славится шоколадом. И здесь на любой вкус, на любую цену. Вот, молочный шоколад самый дешевый, можно сказать. Это за евро. 200 грамм. Чуть подороже, вот белый шоколад евро, евро в 20. Черный шоколад. Вообще дешево, 78 центов. Также есть с орешками евро 40. Ну и, конечно, уже подороже вот этот идет. Самый, конечно, я думаю, все многие знают. Это линд. 99% какао за 3 евро. Вот такой очень вкусный, с апельсином. За 2 евро. И 70%. То есть они все, видите, как вообще недорого, в принципе. Ну, если так вы любите шоколад, то это, конечно, если будете много брать, то будет дорого. Так, кортедор тоже все знают. Тоже, если берете 2 штучки, то примерно 3 с чем-то. 3,20. Ладно, не буду все цены показывать. Еще такой мерси, вот, например, за 2,50. Если вы кому-то хотите спасибо сказать. Вот, бельгийский шоколад. Здесь к праздникам очень много появляется вот таких упаковок подарочных. 4 евро. Мы берем всегда вот такой. Я беру детям 70% шоколад. А если любите миксовать, то вон за 8 евро 320 грамм. А здесь 180. Еще вот этот тоже красивый. На Новый год тоже очень много шоколада дарят. Есть такой кортедор био. А вот это, кстати, шоколад, который едят с хлебом. То есть берут хлеб, берут хлеб, мажут маслом. И на бутерброд кладут, не знаю, ложат, кладут вот такой шоколад. Вы меня исправляете, если я что-то неправильно говорю. Я в Бельгии очень давно, очень стараюсь не забывать русский язык. Смотрите, какой интересный папа шоколад. Это интересно. Вот такой тоже подарочный линд. Я сейчас у подружки ела вкусный. Зову 7 евро 70. Годива, конечно же, самый знаменитый шоколад Годива. Здесь продается за 13 евро. И еще такие вот упаковочные. Если у вас кто-то там на день рождения вы идете, тоже всегда велком. Всегда такие подарки. Люди любят шоколад. 6 евро 25 центов. Рафаэлла, кто не знает, 5 евро. Это прям самый дешевый. А тоже очень популярный. Всего евро 90. Посмотрим, у нас сейчас все дети пошли в школу, как и у вас. Здесь у нас любят есть и едят на перекусы фрукты, овощи. И вот можно коробочки купить. Сейчас уже по акции, конечно же, в сентябре, потому что уже все-все купили. Можно прям хорошо скидку получить. Коробка 2 Кукодос. Это какой? Нет, вот это для Боттерама. Короче, надо искать точную цену. Посмотрите, какие красивые бутылки. Такая бутылочка. 6,40. А это я всегда... У меня есть тоже такая бутылка для Леона. И я делаю ему там часть с собой, когда зима. Или лагерь. Короче, огромный выбор, в принципе. Это уже не продукты. Что вообще в Бельгии можно купить из сладкого? Конечно же, вафли. Кто не знал? Бельгия славит своими вафлями. Такие разные есть. Тоже все время скидка в Кулуройте. Здесь есть и подешевле. Вот, например, вот эта типа с медом за 4 евро. Вот самые подешевле от Бонни. За евро 40. Модельян сейчас у нас тоже очень Бельгии любят. От Лотус. Я не знаю, думаю, что в России или в других странах, в Казахстане. Я не знаю, есть Лотус вообще фирма. Марка, точнее. Здесь еще есть такие вафли разные. То есть вафли у нас тут самые такие бюджетные. 2 евро. Тоже, видите? Это яичные. Яичные вафли. За 2,70. Большой выбор. Так. С этой стороны тоже печеньки разные. Здесь вот такие тоже у нас очень любят дарить, переносить с собой в гости. Чисто бельгийские. Они, кстати, доставляют вот это печенье королю. Сколько оно стоит? 3 евро 50. Как видите, очень много вафель. Такой более бюджетный вариант. Сколько тут? 500 грамм? 4 евро. Американские кукис. Это те, что Oreo. Наподобие Oreo. Только их Бонни вариант за 2 евро. А сами Бонни, сами Oreo, если вы 3 берете, то тоже с тобой цена. Тоже такие американские кукис. Милка. Так. Еще в Бельгии очень популярны франчипаны. Кто знает их? Очень вкусные. Но, конечно, от них все растет. Стоит 2,70. Если вы берете 3 штучки, то 2,20. Еще вот такие есть. Тоже очень такие знаменитые. Кари франчипан. Очень вкусные. Или зебра, например. Кстати, такой в школу нельзя. Можно обычные куки. Обычные печенья. Это тоже очень вкусно. Невозможно. Я просто помню, раньше просто пол пачки могла спокойно съесть. И вот такой яблочный кексик. Кстати, очень все это вкусно, но... Ой. И вот такое тоже кофейное печенье. Кстати, очень вкусное. Ладно, идемте дальше. Подошли, конечно, к тому, что очень важно. И многие используют это сахар. Обычный такой everyday. Он самый дешевый. Евро 20. А вот этот, это есть даже завод в Бельгии. Такая больше марка. Это из Тинца Секер. И стоит он намного дороже. Евро 90. Хотя это килограмм и это килограмм. А еще и рассыпной сахар за 90 центов. Кстати, кто не знал, в Бельгии есть тоже мука такая гречневая. Вот такая мука называется буквет мел. Стоит 6 евро за 1 килограмм. Вот еще есть такая буквет, она дешевле. Хотя на полкило это килограмм. Так, это панировать ваши курицы. 60 центов. Это все мука, но здесь ее что-то не так много. Вот такая для темного хлеба, если вы печете 7 евро. И самая дешевая мука стоит 60 центов. Кстати, раньше ее нельзя было там упаковками брать. Сейчас обратно все берут. Так, это не, это та, которая с содой, кажется. А это вообще 35 центов. Вот, обычная мука. Самая-самая обычная мука 35 центов. Мне кажется, вообще супер дешево. Обычный хлеб 2,60. А этот маленький хлеб 2,20. И этот тоже 2,20. Видите, хлеб все весь раскупили. Блигийцы очень любят хлеб. Тут тоже разные булочки есть, но они безумно невкусные. Типа с шоколадом. Дорого стоит, но очень невкусные. Вот это сандвич из евро 25. Есть еще другие сандвичи, они чуть дороже. Там еще есть сандвичи 10 штук за евро. Ну и такой, более такой полезный хлеб. 600 грамм 2,90. Биоформ. Тут разные есть. Еще есть даже без глютена. Без глютена стоит 300 грамм за 3 евро. Давайте я быстро вам покажу соль, потому что здесь просто невозможно пройти, не проехать. Обычная соль. Кухонная соль стоит 30 центов. Так, 30 центов. Вот такая соль. А с йодом соль. Евро 40. Вот морская соль. Морская соль стоит евро 20. Так, сколько у нас... Что у нас тут есть? Кускус есть. Есть большой. Вот такая упаковка био за 3 евро. Есть такой кускус. Булгур. Примерно евро 85. Кино. Кино чуть дороже. С рисом, с коричневым. 5 евро. Если берете больше, то скидка 33%. Еще полента. Это кукурузная каша здесь. Раньше не было, кстати. Кино такое, кино такое, кино такое. Короче, очень много кино. Так, рис. Рис. 2,20. Самый дешевый рис, я вам покажу. Самый такой. 2 килограмма за 2,60. Это рассыпной. А есть еще в упаковках. Вот такой. За 5 пачек по 200 грамм. Это 1 килограмм. За 3,30. Вот тут тот рейс басмати. Жалко, очень нету. Его больше очень давно в продаже. Тоже рассыпной био. Как видите, зависит все, конечно, от марки. Есть такой басмати. 8 упаковок за 125 грамм. 4 евро. Если берете больше, то опять скидка. Что у нас тут еще есть? Томатная паста. С этой стороны все для кухни. Коробочки. Можно кастрюли купить. Здесь у нас макароны. Я вам покажу. Просто самые недорогие. Вон, самые недорогие. Обычные макароны 65 центов. Вот такие макароны. 65 центов. А там спирели. Это такие, как завитушки. Они 60 центов стоят. Это, опять же, самый низ. Самые дешевые. Конечно, вы можете взять и подороже. Если хотите. Вот такие обычные спагетти. Стоят 75 центов. Или еще обычные спагетти. Еще дешевле спагетти. Можно купить и за 60 центов. Ну и, конечно, когда вы поднимаетесь вверх, там макароны становятся дороже. Вот, например, 500 грамм за 2 евро. Такие ракушки. Кстати, они очень вкусные. Так. Большой выбор на любой вкус. Вот здесь более-менее дешевая вода за литр. Примерно 50 центов. Вот такие маленькие упаковочки или бутылочки. Если вы берете 36, то у вас 4 цента скидка. Есть еще по 2 литра. 2 литра стоит вообще 51 цент. Вообще очень дешево. Вот такая вода. Это, опять же, Бонни. Это марка Кулройта. Еще маленькие упаковки. Они стоят. За одну бутылку примерно 20 центов. Это уже марка. Это уже Виттел. Виттел стоит дороже, конечно же. 83 цента. Потом еще есть авиан. Кристаллин. Это самое дешевое пиво. Самое дешевое пиво, кстати, в Бельгии 38 центов. 39. А это вода. 5 литров. Эври Дэй за евро. Это Кристаллин. 8 литров. 4 евро. А это самая бюджетная кола от Бонни. Это Эври Дэй. Она стоит 25 центов. Тем самым за 9 бутылок. Вы заплатите 25. Есть еще молоко. Полужирное. Молоко такое полужирное стоит 99 центов. А обезжиренное стоит 95 центов. Еще есть такое безлактозное. Всякие шоколадные. Ну, короче, в районе евро. Евро 50. Также шоколадное молоко. Разные. Плантартика. Бананы сколько? У нас самые недорогие евро стоят. Так. Яйца. Конечно, с яйцами тут вообще все подорожало. Самые более-менее дешевые стоят 2 евро 40. Био яйца евро 4,60. То есть, если вы хотите есть био, то, конечно же, платите. Видите, вот еще есть такие биомо яйца. 8 штук. 3,30. И вот такая большая упаковка. Там 30 яиц. Примерно 7,60. Большой выбор. На любой вкус. На орехи у нас часто скидки. Вот, например, такие грецкие орехи. Примерно 200 грамм. Они стоят 3,60 евро. Если берете 3,00, то платите 9,90. Здесь разные есть. И миндаль. Например, 3,11. 3 евро 11 центов. Это самые дорогие, конечно же. Помпо это кедровые орехи. Здесь, конечно, большая разница. Это био. То есть, 100 грамм 12 евро. Здесь есть 200 грамм от Бонни. Это 12 евро. А это самые дешевые. Такие everyday. Мы их, кстати, всегда берем. Очень вкусные. Стоят 6 евро. Разные сухофрукты есть. Бобовые. Например, вот бобы. Ой, не бобы. Это горох. 2 евро. Вот бобы стоят 500 грамм. 2 евро 40. Моис. Попкорн. Примерно 2,20. И вот такие грунные линзы. Это... Линзы, линзы, линзы. Не помню, какие. Но мы поняли. Кто знает, что это такое, поймет. Так, картошка. Самая обычная 5 килограмм 7 евро. Такая. Ну, 5 килограмм, если вы очень много картошки едите. Здесь... Это картошка для фритюра. То есть, если вы готовите фритчис. 5 килограмм 6. Примерно 6,70. Так. Это что такое? 2 килограмма где-то тут будет. Вот эти мини-крилчис. Маленькая картошка за 3 евро. То есть, такие очень маленькие. Молодой картофель. Вот такой вкусный картофель. Это красная картошка. Примерно килограмм 3 евро. Еще есть на развес. Если вы берете, то евро 45. Батат. Так. Вот это... 3 евро 50 за батат. Если... Можно, кстати, уже упакованный взять. С какими-то крэда. Или с... Крэда, крэда. Забыла. 2,70. И лук. Вот. Цены на лук. 2,30 за 2 килограмма. Обычный лук. А еще большой лук такой есть за 2,50. Ой, 2,50. То есть, 2 килограмма 500 грамм. За почти 5,50. Я сошла в холодильник. Здесь такая тишина. Я вообще не знаю, как снимать. Люди вообще не разговаривают. Ладно. За яблоки вы можете заплатить. Евро 66 за килограмм. И здесь примерно будет... Ну, 1 килограмм с чем-то. Есть подороже. Разные марки. Конечно, яблоки здесь... Это яблочная страна Бельгия. Так же, как и грушевая страна. Сейчас, наверное, не сезон. Но здесь в основном очень много... Большой выбор. Сколько у нас стоит авокадо? Авокадо стоит евро 30. Вот такой большой. Возьму себе на завтра. Разные есть тоже вон груши. Здесь и дюроду. И какой-то другой еще. Короче, разные. Вот эти самые недорогие. Примерно 2,30. Еще какие-то вот эти очень... Они прям невозможно их укусить. Там уже оливки, сыр. Не знаю, интересно вам вообще смотреть оливки, сыр. Напишите, а я потом сниму их тогда. Так, у нас есть биовиноград за 4 евро. Они всегда без косточек. А вот эти, мне кажется, с косточками. Да, Медпит. Они стоят 3,50. Лимоны. Так, обычные на развес. Лимоны стоят... За килограмм 2,20. 2,30. Один килограмм, если вы сразу возьмете, то евро 70. Этот с виноград всегда чуть дешевле. Потому что он не био, он бонни. 2,30. Или тоже 2 евро. Вот этот, кстати, очень вкусный киви. Желтый. Вот такие. И он не стоит 5,50 за вот такую упаковку. Арбуз. Ладно, пойдем дальше. Я уже базовое покажу вам. Обычная морковка такая маленькая стоит. Вон, 500 грамм за евро. Шампиньоны. Если вы любите грибы, такая упаковка стоит... Так, Миддл Грот. Примерно за полкило 2 евро. Ну, евро 85. Еще есть в Бельгии такие упаковки с рецептами. Там все уже, в принципе, лежит. Вот, например, для супа из батата. Есть такой индианс, какое-то индийское... Не знаю, как это сказать. Блюдо. Вот, берете, там все лежит. Помидор, картошка, там томатная паста. Вы просто следуете рецепту и все. Паприка у нас тоже. Она выросла в цене. Примерно за микс вот такой. Микс 4 евро. О, смотрите, 7 евро. Био. Вообще, грабеж среди белого дня. Редиска. Так, редиска, редиска, редиска. Всегда 1 евро стоит, всегда. Бончас, лук зеленый. 99 центов. Я уже все цены запомнила. Так, у нас это баклажан. За килограмм 3 евро. Евро 50 у нас стоит капуста. Качан капусты. Такой салат разный. Вот, например, рукула. Упаковка рукулы стоит 100 грамм. Евро 20. Так, салатики всякие. Обычный салат за евро. Свекла у нас 500 грамм. Евро 50. Она у нас всегда вареная часто. То есть, не вареную свеклу надо искать в других магазинах. Типа... А, нет, вон она там. То есть, не вареная свекла стоит 2 евро. За 750 грамм. Здесь разные салаты есть. Я всегда беру вот такой салат. Большая упаковка. Ну, как тут большая. На одну порцию. Every day всего стоит 70 центов. Тут уже всякие заготовки. Для спагетти. Кстати, очень удобно. Да. Надо будет взять как-то удобно. Вон это спагетти. Ну, евро 80. Так, что у нас тут еще есть? Брокколи. За один такой брокколи. Евро 20. Помидоры. Тоже помидоров очень много. Я знаю, что очень многие не любят бельгийские помидоры вообще из Европы. Вот эти действительно невкусные. А вот эти очень сочные. Пахнут вкусно. Даже называются они медовые. Медовые помидорки. Стоят за 180 грамм 4 евро. Эти тоже, кстати, очень вкусные. Они прям сочные. Очень пахнут помидорами. А на луко, мне кажется, они из Испании даже. А не Бельгия. И стоят 3 евро. Это я, конечно, не беру. Потому что здесь всегда не очень хорошее качество. Почему-то я не знаю почему. Но я тут не беру. Клубника, кстати, сколько стоит. У нас сейчас, по идее, скидки идут. Арбия сейчас стоит 3,50. Вот такое. Такие огуречки маленькие. В Бельгии. А, не испанские. Это испанские. За 400 грамм евро 70. Еще есть, конечно, большие. Био евро 40. А не био там. Не знаю, евро, наверное. Сейчас их нету. Такие еще маленькие. Маленькие такие помидорочки. За 3 евро. Их удобно с собой в школу давать. Ну, и вот самые недорогие такие помидоры. Я их беру тоже там на суп. На всякие соусы. Примерно 2 евро 30. Это уже все йогурты. Без типа сладкого. Ну, это такие плантардики. Это больше растительные йогурты. Такие соевые. С кокосом. Ванилью. Мне не нравится вкус. В колороте кефир. Кому интересно. Вот он стоит тут. Кефир. Полтора процента жирности. Стоит евро 20. Протеиновые шейки. Все дорого очень это. Скир. Тоже очень знаменитый такой йогурт. Там он очень богат белком. И там жира почти нету. Примерно 500 грамм евро 40. Ну, я возьму. Приготовлю блинчики детям. Активия. Просто йогурт самый-самый обычный. Даже вот био или что-то. 2 евро. Ну, полтора евро. Просто без надобавок. Разные йогурты тут. Так. Бельгия также славится своим маслом. Молочными продуктами. Это типа сыра. Вот у нас есть тоже масло из брюгги. Хорошего качества. Не соленое. 3,70. Вот самое обычное. То есть за 2 евро. Но это соленое. Еще есть такое артисанало. Масло за 3 евро. Тоже 4 евро. Очень они любят соленое масло. Его прям много. Вот самое обычное масло. Вот такое. Не соленое. За 2 евро. Еще есть биомасло. За 3 евро. Ой, я надеюсь, вы вообще что-то понимаете из моего видео. Пожалуйста, поставьте лайк. Если этого не сделали. Я уже прям устала болтать. Все, видите, цены. Такой слагром. Точнее, это сливки. Самые обезжиренные. 75 центов. Вот такой. Если берете больше, то скидка. Тут, конечно же, разные марки. Опять же, я стараюсь показывать самые недорогие. Потому что вы дорогие. Вы всегда можете потом купить. Рыба, я считаю, что безумно подорожала. Недавно я была в магазине. Рыба вот эта красная. Залом. Или форель. Не форель, а ладно. Стоит 33 евро за килограмм. То есть вот за такое вы заплатите примерно 10 с чем-то. Кобелья вот от Риска. Полкило. Тоже очень дорого стало вообще. Даже нигде скидок почти нет на эту рыбу. Это более дешевле. Но она тут ненамного дешевле. Это стоит 30 евро. То есть и по граммам она, в принципе, поменьше. По 200 грамм. Пангаус. Самая дешевая рыба. Конечно же, самая плохая рыба. Ну так, плохая. Одна не из качественных. 15 евро. Ну тут уже все рыбное. И вот такая рыбка красная. Кто-то ее сам делает. 5 евро. Здесь пицца. Уже полуфабрикаты такие тоже можно взять. Что у нас из полуфабрикатов? Пицца есть. Хавайи. 5 евро. Обычную, кстати, вы закажете где-то за 10-15. А это такие полуфабрикаты. Тоже они здесь любят лазанью. Это обычная овощная. Со шпинатом. 3 евро, 4 евро, 5. Ну то есть видите, если марка, то дороже. Если обычная, то дешевле. Тоже это очень любят. Самая вообще дешевая. Это вот баланис. Там за 3 евро. Гамбургеры. Хандоги. Равиоли. Такие десертовые йогурты. 4 штучки. Примерно 80 центов. Тоже 80 центов. Такие ванильные. Есть чуть подороже. Вот такой очень вкусный. От Несквик. 5 евро. Та же Паула. Но этот очень вкусный. Думаю, возьму детям. Это Бонни йогурты. Такие обычные самые. За 2,40. А здесь это просто с собой брать в дорогу. Удобно. 4 штуки. 2 евро. Ну и конечно же сыры. Как в Бельгии. Без сыров. Шом. Это был когда-то наш любимый сыр. Здесь такой есть шом. Это такой мягкий. Этот шом. Его надо разогревать. И макать туда хлеб. Этот делать как бутерама. Это бутерброды. Бутерброды. 6 евро. 6 евро. 5 евро. Такое все. Здесь огромное количество бельгийских сыров. В общем, и это вот все в Волонии. А здесь тоже все в Волонске. Эти. Рошфор тоже в Волонии. То есть это с плесенью. Тоже этот Бри Президан. Но это французский уже. Вот это тоже очень вкусный. Левио Па. Это кажется бельгийский сыр. Но очень вкусный тоже. Мягкий сыр. Брюги. Кто не знает брюги? Брюги знают все. 5 евро за такой сыр. Получится. Видео просто невероятно длинное. Надеюсь, оно вам будет пригодиться. Вот это очень вкусный сыр. Он с грецкими орехами. Я его очень люблю намазывать на такие крекеры. 4 евро. Филадельфия, я думаю, многие знают. 3,80. Вот эти сырки тоже многие берут в школу детям. Кстати, детям вот так ничего нету. Так, чтобы что-то взять с собой. В школу здесь ничего нет. Вот это вкусный сыр. Вот это вкусный сыр. Он такими палочками. Я его кладу в коробку с боттером. Фета сыр тоже очень подорожал. Кстати, он раньше стоил просто евро. Сейчас 2,50. Козье сыр и кота. Тоже очень вкусное. Маскарпоне стоит евро 30. Если вы термису любите готовить. Здесь такие всякие закуски. Сейчас маскарпоне. Греческое вот этот халуими. Ну и моцарелла евро. И вот самое дешевое примерно 75 центов. А с этой стороны уже такой твердый сыр. Морецу тоже очень знаменитый. Пастел. Вообще в Бельгии очень много сыра. Я не могу вам весь показать. У меня есть, кстати, отдельное видео на тему сыра. Сыр 6,40 евро. Здесь, опять же, на разный вкус. Есть твердый сыр. Есть молодой сыр. Есть вот такой тоже очень люблю. С дырочками. Лерманс. Это отдел с косметикой. Со всякими там душ-желями, шампунем. Вот обычный шампунь. Сколько он у нас тут стоит? Вот такой. Глискюр. 4 евро уже. Я, кстати, давно уже не покупала его. Я покупаю только профессиональные. Просто от этого мне уже не подходит. Обычные вот дезодоранты. Тут есть за 3 евро. Опять же, берете больше. Со скидкой. Мыло. Все для тела. Всякие там для аптека. Типа мини-мини. Потому что здесь у нас не продаются, как в Нидерландах. У нас не продаются там от головы до фолгана. Здесь у нас такого не найдешь. Туши. Здесь я, кстати, всегда беру. Прокладки, зубные пасты. Сейчас посмотрим, сколько стоит зубная паста. Вот я обожаю Сенсудина. 2,80. Если берете 2, то у вас такая скидка приятная. Такие обычные прокладки для мужчин, для женщин. В основном для мужчин это. Здесь уже обычные прокладки. Интимное мыло. Такая большая упаковка. 7,30 евро. Прокладки самые обычные. Евро 10. Кстати, недорого. И вот они. Также есть большие. Обычные прокладки. Ну вот, обычные прокладки. Там 2 евро. Иногда в некоторых магазинах и 50 центов стоит. Все, здесь носки, трусы. Такая. Можно повыбирать. Такие вистикс, не знаю, рыбные палочки. Стоит, зависит, конечно, от... Сколько их? За 15 штук примерно 4 евро. За 28,6 евро. Еще и самые дешевые. Вот такие. За 2 евро. За 15 штук. То есть разница, в принципе, вдвойне. Вдвойне дешевле. А это уже такие сухари. Что это такое? Морковные. Морковные такие сухари. Кракеры. А это из красной свекланы. 36% овощей. Как интересно. Тем, правда, не очень. Не в кассу. Мне не нравится. Ну, не очень нравится. В Германии сделано. 4 евро. Есть такие очень тоже у нас популярные морские овощи. Морские фрукты. За 7 евро. 1 килограмм. Такие из кино. Сделаны тоже такие кракеры. 7 евро 40. Самые обычные. Вот эти лю. Я думаю, их все знают. 3 евро. За 250 грамм. Тут еще разные скампи. Это креветки. Примерно до 50 креветок. 17. Ну, примерно 17 евро. Всегда округляйте наверх. Или вот такие. Тут еще есть замороженная рыба. Но я не очень ее люблю брать. Раньше, когда у меня не было денег, да, я брала ее. А сейчас что-то мне хочется свежей. Разница, конечно, между замороженной и обычной огромная. Рисовые вот такие галеты. Или вафли, как они их называют. 65 центов. Самые дешевые. Every day. 35 центов. Там можно и кукурузные взять. С шоколадом. И еще какие-то разные. Короче, на любой вкус и цвет. И тут разная рыба вообще. Тут и красная. И разные смеси. Замороженные. Вот тоже обычные. Просто обычные вот эти. Самые обычные. Прямо как это называется на русском. Объясните мне. Не знаю. 2 евро, короче. Евро 90. Овсяки, кстати, тоже очень много. На любой выбор. На любую цену. Вот такая Био от Бони. Евро 40. Если вы хотите подешевле, то 50 центов. Кажется, вообще 50 центов. Это вообще бесплатно. Также есть вот такая самая обычная. Она вообще там, то есть перемолотая какашка без глютена. Зона Тюра очень знаменитая. За 3 евро. Еще есть такие кино. Кино такие. Не знаю, зерна. Не знаю. Ну, как Корнфлекс. За 3,50. Еще натуральная. Самая натуральная овсянка. Хлопья. Огромные, толстые. Долгая варка. 3 евро. Еще есть разные другие. Вот такие еще есть. Но это, скорее всего, мюсли. А, нет. Да, это мюсли. То есть их тоже надо заливать. И есть этот, конечно, квакер. Очень знаменитый. Я его люблю брать. Не знаю. У меня дети любят его. Но он стоит 2,65. Мороженое. Беннаджирис. 7 евро. 6 евро. Тут дешевле есть. Хагендас. Это очень знаменитое мороженое у нас. Дорогое. Тоже 7 евро. 8 евро. То есть там с оригинальными вкусами. Это более дешевые варианты. Более на йогуртовые такие. 2,90. Строчателло. Писташковое. Соленый. Соленая карамель. Эйсбурки. Тоже бельгийское. Чисто бельгийское мороженое. За 2,5 килограмма 13 евро. Это уже подешевле. 1,5 литра 4 евро. То есть видите, какая разница между марок. Эйсбурки. Это реально чисто бельгийское. Это марка Бонни. То есть это колороито. Разница в 3 раза. Всякие посыпки. Вот самое дешевое мороженое. Стоит за 2,5 литра. 2,60. То есть посмотрите. То же 13 стоит, а это 2,60. Ладно, не буду вам все показывать. Даже вот самая обычная. Корончес. Сейчас я, кстати, возьму. Вот. Смотрите разницу. Вот эта корнету стоит 5 евро. А это самая обычная. За 8 штук евро 40. Это 5 штук 5 евро. А здесь еще одно от Бонни. 6 штук евро 75. Марс, Сникерс, Бумба. Тоже все для фритюрницы. Здесь очень любят. Всякие там пиццы. Всякие скампи, скаламарес, болочи всякие. То, что по фритюрнице продается, здесь тоже очень любят это все. Здесь всякие. Даже можно самому взять, сделать себе брюссельскую вафлю за 4 евро. Там примерно 4 штуки, думаю, есть. Разное мороженое. Я сейчас возьму мороженое. Ну что, друзья. Вот и подошел к концу. К финалу. Нет, вот и подошло к концу мое видео. Пожалуйста, напишите мне, понравился ли вам такой вот формат обзора цен в магазине. Вообще, моей болтовня. Расскажите вам, что вам приглянулось. От чего вы были в шоке. Может быть, вы сказали, ааа, это слишком дорого. Или вы сказали, о май гаад, это слишком дешево. Ладно, если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Это поможет моему каналу, чтобы я его не забрасывала, потому что иногда так трудно снимать. Но, как говорится, это моя мечта. Я надеюсь, когда-нибудь я смогу чаще снимать, чаще... Это вообще, я обожаю снимать видео, поэтому подписывайтесь на мой канал, если хотите знать, как тут все устроено. Вообще, позитивный взгляд на эту страну. Я знаю, негатива много, я знаю, что минусов в этой стране много, но я стараюсь вам показывать самое хорошее. Но про минусы я не забуду, обещаю. Все, всем замечательного настроения и до скорых видео. Всем пока! Пока!